эээ... c5 ой, c4 в этой позиции ну, e5 логично, и b6 еще неплохо ход смотрится мне b6 нравится на самом деле чтобы e5 подготовить сейчас там сыграем e5 ну, c же слабый ход, я правильно понимаю? вот в этой позиции, ну просто e5 проводим, да? да поскольку на e6, c5 последует неожиданный ответ конь c4 вот так неожиданно конь вставит под бой пешки теперь принимать жертву обязательно поскольку иначе просто белые забесплатно заберут пешку на e5 после dc следует d e теперь если ферзь отступает, белые бьют на f6 и у них опять же хорошая структура то есть ферзь бьет d1 опять же обязательный ход для черных ладья fd1 и теперь выясняется, что лишнюю фигуру черные не могут сохранить так как если отступит конь сейчас из-под удара пешки приезжается слонный на d7 баним Станислава Катчанова за то, что он коммерческие предложения делает феста 7 ух ты, стоп, а бить нельзя? тут нас таймали на мощный тактический удар нет, стоп, объясни, почему нельзя бить? да ну, надо бить потому что там dc у нас фигура отыгрывается и все очень плохо так, ну здесь конь c3 конь b1 c3 да, да ну так ты ходи, а не думай я думаю, как можно было дойти до такой жизни в предыдущей партии ладно да, да 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 да